МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе Автопатруль 112. В селе Углекаменск брёвна с перевернувшегося прицепа улетели в автомобиль. В салоне находились трое пассажиров. Всем потерпевшим за 80 лет в Приморье задержали очередного курьера аферистов. Пенсионеры отдали ему почти 2 миллиона рублей. Без кроссовок и босоножек сотрудники таможни в Краскино изъяли у российского перевозчика крупную контрабанду обуви. В селе Углекаменск партизанского городского округа причиной дорожно-транспортного происшествия стали брёвна. Шофёр гружённого древесиной КАМАЗа не справился с управлением, а прокинул прицеп. Опасный груз влетел в Мазду Дэми, уехавшую следом. Передняя часть автомобиля сильно помялась. В салоне в момент аварии, кроме рулевого, находились три пассажира. По сообщениям некоторых СМИ, серьёзных травм они не получили. На месте аварии работали правоохранительные органы и сотрудники прокуратуры. В надзорном ведомстве разберутся, есть ли нарушение закона при организации перевозки груза автотранспортом. Ножом в спину подозреваемого в убийстве продавца магазина в Чугуевке отправили в СИЗО. На днях он зарезал женщину, чтобы забрать деньги. В кассе оказалось 12 тысяч рублей. С учётом позиции прокурора суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток. Очередного курьера аферистов, работающих по накатанной схеме, родственник попал в беду, задержали в Приморье. Заявления от пенсионеров всем за 80 лет поступали несколько дней в отделы полиции Арсеньева и Уссурийска. Во всех случаях пенсионерам поступали звонки на телефон от ЛЖ сотрудников правоохранительных органов. Звонившие сообщали о том, что родственники потерпевших стали участниками дорожно-транспортного происшествия и требовали передать курьеру все имеющиеся у них денежные средства. В общей сумме потерпевшие передали мошенникам более 1 миллиона 840 тысяч рублей. Задержанный 27-летний курьер оказался ранее судимым. Рассказ его был как под копирку с другими участниками подобных преступлений. Заработок нашёл в интернете, себе оставлял 7-10% вознаграждения, остальное переводил организатору. Его личность сейчас устанавливается. Возбуждены 4 уголовных дела по статье «Мошенничество». Её санкция – до 6 лет лишения свободы со штрафом. Разбил заднее стекло машины и украл вещи. С подобными заявлениями обратилось несколько жителей Первомайского района Владивостока. Из одной припаркованной легковушки ночью злоумышленник похитил сумку с деньгами и пневматический пистолет. Ущерб составил 48 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам 20-летнего гостя из Уссурийска. Он признался. Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Кража». Срок фигуранту грозит немаленький. Огнеборцы ликвидировали возгорание в многоквартирном доме на Грязодубовой Володь-Востоке. Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя бушевало на балконах квартир на 6-м и 7-м этажах. Они выгорели внутри. Лоджия на 8-м этаже пострадала от огня частично. Сотрудники таможни в Краскино выявили крупную контрабанду обуви. Импортер пытался сэкономить 2 миллиона рублей, не задекларировав груз, как положено. А выявился обман при взвешивании. Вес товара оказался на 17 тонн больше, чем заявил перевозчик. Получилось, что 18 тысяч пар босоножек и кроссовок не были оформлены. Незаконно везенное изъяли и отправили на склад. Россиянин заплатит до 100 тысяч рублей штрафа с конфискацией вещей. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон, присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе!